А мы сегодня в автомобильном музее города Анталия. Он распахнул свои двери совсем недавно, в мае этого года. Сегодня мы идем туда. Итак, музей открыт для посетителей. Пятница, суббота, воскресенье с 9.30 до 18.00. Весь турецкий автопром, вся автомобильная история Турции. Итак, мы уже в музее. Как я сказал, музей открыт совсем недавно. Здесь у нас порядка 70 автомобилей, которые рассказывают об истории формирования турецкого автопрома, который сейчас занимает очень существенное и значимое место в экономике этой страны. Ну и мы расскажем об одном очень интересном экземпляре, с которого началась история турецкого автопрома. Не совсем, конечно же, удачная и яркая, но очень интересная и познавательная. Разнообразие и богатство экспонатов, которые собраны в этом музее, конечно же, очень радует. Здесь можно увидеть все автомобили не только европейских производителей, но и в том числе американских. Мы собираемся на экскурсию в город Эскищегир. А почему, вы сейчас узнаете. А эта история выделена в отдельный павильон. Посмотрите, пожалуйста, надо мной надпись из Эскищегир. Здесь, соответственно, ПАМО, который рассказывает об истории того самого первого автомобиля, с которым мы сейчас с вами познакомимся. И у него очень интересное название. Революция. Итак, первый автомобиль отечественного производства в Турции. Революция. Итак, пожалуйста, очень яркая и, наверное, трагическая история, связанная с этим автомобилем, который был произведен порядка 60 лет назад. Проект начался, когда президент Джамаль Гюрсель выразил желание иметь отечественный автомобиль на встрече с Турецкой ассоциацией промышленников и бизнесменов в 1961 году. Итак, вот с этой даты у нас начинается история. И главные цифры этой истории сейчас, вы видите, это 129 дней. Именно столько дней потребовалось инженерам и дизайнерам, чтобы создать прототип этого автомобиля. Вот на таких вот производственных мощностях он увидел свет. В проекте участвовало порядка 20 турецких инженеров и около 200 турецких рабочих над этим проектом трудились день и ночь. Да, действительно, не покидая производственных помещений, пока итогом стал вот этот вот автомобиль, который вы сейчас видите перед собой. Планировалось серийное производство этого автомобиля. Все было произведено в Турции, кроме шин и стекол для автомобиля. Было произведено 4 экземпляра. Три из них получили вот этот вот кремовый цвет и один получил черный цвет. Цена автомобиля для того времени должна была составлять порядка 30 тысяч турецких лир. И планировалось выпускать объем производства этих автомобилей должен был составлять порядка 30 тысяч экземпляров. Но проблема заключалась в том, что говорили об этих автомобилях, что у него слишком пустой бак. А какая история с этим связана, я скажу чуть позже. Американский автопром представлен автомобилем De Soto Chrysler Corporation. Автомобиль производился с 1928 по 1961 год. Название получил в честь испанского конкистадора Hernando De Soto, который впервые пересек реку Миссисипи. Посмотрите, пожалуйста, эмблема стилизована под лицо изображения этого конкистадора. Машина пользовалась очень большой популярностью в малобюджетном сегменте. И особенно была популярна среди таксистов. Естественно, что в Турции эта машина тоже заняла свое место. Она пользовалась популярностью. И вот, пожалуйста, известный турецкий сериал, в котором как раз-таки этот автомобиль выполняет функции такси. И сюжет этого фильма связан с этим автомобилем. Так что, пожалуйста, вашего внимания, музей автомобилей Турции. Ну и уже непосредственно на презентации президенту, когда его должны были продемонстрировать, в него банально забыли заправить бензин. Но в любом случае это успех турецкого автопрома, который является гордостью. И совсем скоро Турция вновь заявит о себе. И отвлечемся на минуту. Даже советский автопром оказался здесь. Пожалуйста, вашему вниманию, мотоцикл Иш из города Ижевска. Очень важными марками для турецкого автопрома в будущем являются два. Две марки. Это Renault и Fiat, которые в конце 60-х годов очень хорошо заходят на турецкий рынок. Здесь открывается производство, лицензированное производство этих двух автомобилей. Ну и, собственно говоря, предпринимаются попытки для создания собственной марки автомобилей, которая войдет в историю как Anadol. Вот, пожалуйста, вот эти вот экземпляры. И обратите внимание на логотип этого автомобиля. Дальше у нас начинается активное взаимодействие с компанией Fiat, производственной линией, автомобиль Murat. Дальше у нас, естественно, процесс активного включения Турции в промышленный автокомплекс. И страна сейчас эксплуатирует большое количество автомобилей на внешний рынок. Сейчас мы вам расскажем, какие автомобили пользуются популярностью в Турции. Итак, пожалуйста, первое, второе, третье место. Итак, по цвету. Сейчас в Турции пользуется популярностью следующий цвет автомобиля. Итак, первое место это у нас цвет белый. За ним идет серый цвет. И на третьем месте цвет синий. По маркам автомобилям. На первом месте у нас беспрецедневной популярностью пользуются марки автомобилей Renault. Дальше у нас Fiat и Peugeot на третьем месте. Итак, по используемому топливу, какие автомобили сейчас пользуются популярностью. 61% это бензин, 23% это дизельные автомобили, 9% электрические и гибридные, и 5% это автомобили на газу. Автомобильная промышленность Турции переживает период расцвета. Итак, среди известных мировых брендов, работающих и производящих сегодня свою продукцию в Турции, такие компании, как Daimler, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Renault и, конечно же, Toyota. Тойота. Обязательно посетите этот музей, насладитесь теми автомобилями, которые здесь представлены. Мы вам рассказали практически обо всем, так что, пожалуйста, ждем вас. Но вы, собственно говоря, продолжайте оставаться с нами, подписывайтесь, до новых встреч. Я еще забыл сказать, что Турция является одним из лидеров среди европейских стран по производству автомобиля, уступая Германии, Испании, Великобритании, Франции, обходя по этому показателю Чехию и Россию, и является неоспоримым лидером по производству комплектующих для автомобилей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok